Смотрите сегодня. Какая тайна составила Маргариту Назарову покинуть Москву навсегда? Она была совсем ребёнком, когда это всё произошло. Кому дрессировщица обязана своим успехом? Он часто говорил, я же тебе не халуй. Кто и почему установил за ней слежку? Всё они знали, ребята. Всё было прослежено. Куда Маргарита Назарова исчезла в Италии? Советская артистка за рубежом и пропала. Передвижение всех артистов за рубежом очень чётко контролировалось. Почему Тигров она боялась меньше, чем людей? В один прекрасный день подъехала машина и вышел оттуда солидный дядюшка. И правда ли, что знаменитая артистка работала на КГБ? Не исключено. Её называли лучшей дрессировщицей мира. Её знал в лицо каждый житель Советского Союза. Да ты, оказывается, совсем не страшный. Любой хищник в её присутствии превращался в послушного котёнка. Но её карьера прерывается на пике. Маргарита Назарова бросает всё и в спешке уезжает из Москвы. Мы говорили очень коротко, но Назарова сошла с ума. Всё. Сентябрь 1997 года. Нижний Новгород. Пожилая женщина, в лице которой едва можно различить черты самой знаменитой дрессировщицы Советского Союза, идёт домой из магазина. Её узнали и просит автограф. Маргарита Назарова говорит, что незнакомец обознался и быстро скрывается из виду. Никому она не открывала двери. Если ей приносили там пенсию, там какую-то, она говорит, бросьте под дверь. Она здесь вот жила, на четвёртом этаже. Вот она здесь жила. И мы к ней зашли. Она, конечно, нам дверь открыла. Вот. Мы с ней поговорили. И я тогда говорю, давайте, говорю, мы вам, ну, поможем что-нибудь. Но она, знаете, какую фразу сказала мне? Что мне ничего не надо. У меня всё есть. Чего боится Маргарита Назарова? От кого она скрывается? Почему даже вдалеке от столицы живёт уединённая и почти никому не открывает дверь? Главная тайна дрессировщицы Маргариты Назаровой сегодня. 1954 год. Начались съёмки картины «Укротительница тигров». Однако вскоре судьба фильма оказывается под угрозой. У Константина Константиновского конфликт с Борисом Эдером. Константиновский несколько раз в него стрелял и сказал, если ещё раз боевой вложу, обычно у нас пустушки, знаете. Тот понял это. Причина ссоры – жена дрессировщика Маргарита Назарова. Константиновский ревнует. Слишком видно, что Эдер влюблён в его жену. Он клеился, этот Эдер, к Маргаритке. Ну, извините меня. Костя был красавец. У них была любовь. Назарова ведёт себя скромно, потому что приехала сопровождать мужа. Лишь иногда приходит на съёмочную площадку. Был такой случай, когда медведь пошёл на Константиновского, а тут мёд лежит, баночка. Она взяла как глупенькая и отдала. Медведь схватил эту банку и руку, но потом отобрали ей спокойненько руку. Назарова спокойно держится при цирковых животных. В отличие от исполнительницы главной роли – Людмилы Касаткиной. Один-единственный раз Борису Эдеру удалось оставить Касаткину зайти в клетку. Он угрожает. Без этого картина не увидит свет. Но одного эпизода мало. Режиссёр понимает – нужна дублёрша. Константиновский говорит, давайте мою жену используем. Я буду рядом. А она выступала на эстраде. В общем, симпатичная, красивая, но к животным никакого отношения не имела. То ли боясь разочаровать влюблённого в неё Эдера, то ли обожающего её мужа, Маргарита бесстрашно входит в клетку к тиграм. И понимает – она их не боится. Так случай решил судьбу Назаровой. В те времена любой фильм хорошего уровня, он шёл во всех кинотеатрах ровно один, шёл несколько месяцев, и по 10 миллионов, по 20 миллионов просмотров было только в первую неделю. Поэтому она понимала, какой шанс ей дала судьба. Она понимала, что она может отказаться от этих съёмок. Но она взяла всё это и проснулась популярной. После того, как фильм «Укротительница тигров» выходит на экран, слава обрушивается не только на Людмилу Касаткину, но и на её дублёжу. Все хотят видеть лицо бесстрашной женщины, которая спокойно входит в клетку с хищниками. А Назаровой пишут газеты. Зритель хочет знать о ней всё. Маргарита Назарова кардинально отличалась от этого образа человека с пистолетом, с вилами, с факелами, с палкой в руках. Жёсткого такого. Она в корне, в корне это всё поменяла. Она была мягкая, любящая, женственная. И это зрителю очень понравилось. Оказывается, что ни она, ни её муж Константин Константиновский, ни цирковые артисты. А к дрессуре имеет отношение лишь Константин. Во время войны Константиновский дрессировал собак. Под танки бросались они. И, кстати, одна любимая собачка прибежала и взорвалась возле него. И получился какой-то дурацкий. Обычно эти штуковины взорваются от шума, танка или от чё-то. А этот тут получил. И у неё рука к посте одна была левая. Получилось так, что у неё была контузия. И были иногда приступы. Типа эпилепсия, но это не эпилепсия. Мы знали, всегда я знал, стакан воды под носом, он выпьет, всё проходит секунду. А после войны Константиновский оказывается в Риге и поступает актёром в театр. Он хорошо декламировал, хорошим был чтецом. Вы понимаете, что попасть в театр тогда был? Ерунда. Это сейчас надо закончить. Гитис, Рати, Мати, Мозги на изна. Когда-то было просто. Взял, прочитал, опа. Так, мы сегодня выезжаем из Риги в Даугавпилс. Поезжайте клоуном. Вот, пожалуйста, одна из единственных реклам, где Константиновский клоун. Это начало-начал. Но потом он, когда стал директором театра в Риге, потом директором театра был он в Даугавпилсе. И с Назаровой он познакомился как раз-таки вот там. Маргарита – артистка на подхвате. Каждый вечер выходит на сцену в кардебалете. У меня даже сохранилась реклама её, где написано, значит, директор театра Константиновский в роли такой-то Маргарита Назарова. Константиновский быстро обратил внимание на миниатюрную Назарову. И моментально решил жениться. Его не остановило даже то, что его мать была категорически против этого брака. Вы не знаете его семью. Это была чуть ли не княжеская порода Санкт-Петербурга. Его дед и прадед, архитекторы, они в Сочи строили вот эти дамбы. Даже там есть Константиновский правильная фамилия, а не Константиновский. Жили они в одном доме на Щерса. Там все такие, знаете, крутые, Черкасов, там ещё кто-то ещё. То есть она не хотела, чтобы её сын выходил за Маргариту. Вы понимаете? Однако Константин твёрдо стоял на своём. Видимо, чувствовал, что только вместе с этой юной девочкой, у которой всего несколько классов образования, они смогут покорить мир. Начало 90-х. Нижний Новгород. Квартира Маргариты Назаровой находится рядом с цирком. Но она почему-то не позволяет себя навещать. Мы с ней общались, конечно, очень мало. Она так как был необщительный человек. Вот идёшь по площадке, дверь открываешь, она откроет дверь, выглянет, посмотрит, закроет. И как бы вот, ну, психика не всё в порядке производила впечатление у человека просто. Она замкнула себя, зашла в квартиру. Я в этой квартире был неоднократно, не при жизни её, а уже после. То есть вот эта трёхкомнатная, ну, там, эти три комнаты, как туалет сейчас у хороших людей, нормальных. То есть она закрылась, не хотела ни с кем, ни телевизор не смотрел, ничего. Она уединилась сама с собой. Ни с кем не разговаривала, ни с кем не общалась, ничего. Почему после 30 лет сумасшедшей славы дрессировщица добровольно выбирает одиночество, даже затворничество? Кого она боится? И почему с опаской ходит по улицам Нижнего Новгорода? Кто преследует звезду советского цирка? 1955 год. После выхода на экран укоротительницы «Тигров» в тени славы остаётся только муж Маргариты Назаровой, дрессировщик Константин Константиновский. А ведь только благодаря ему картину удалось снять. Это он дрессировал «Тигров». Это он вместе с Борисом Эдером придумывал трюки. Маргарита Назарова лишь выполняла их указания. Первая реклама, которая вышла в 1955, не то 1953 год, где Борис Сафанович Эдер готовил укоротительницу «Тигров», где дублёром была у Касаткина Маргарита Петровна Назарова, вот эта реклама. Вот она, видите, как вышла, так она и пошла в работу. Она пришла в цирк из кино. Но Костя за кулисом первую скрипку играл. Главное, в цирке об этом секрет никакого нет. Однако именно ей, руководство главцирка, делает шикарный подарок. Решено, что именно Маргарита Назарова должна выступать по всему Советскому Союзу с новым аттракционом. Стать женщиной-дрессировщицей при наличии бугримов было практически невозможно. И вход был только через кино. И уже никто ничего не мог поделать. Так в одночасье Назарова получает всё, а Константиновский становится всего-навсего её личным помощником. Константиновский стоял рядом с клеткой, сзади. Потому что если бы он не стоял, то там никакой дрессуры бы и не было. Впрочем, Константиновский готов быть серым кардиналом. Точнее, он уже и есть серый кардинал. Мало кто знает, что после Великой Отечественной Константиновский остаётся в армии дрессировать собак для военных нужд. В 48-м он за свои успехи даже получает орден Красного Знамени. Получает в звании майора НКВД. На тот момент всем руководили спецслужбы. Они следили за творческой интеллигенцией и даже её контролировали. Карьера тогда людей зависела именно от того, сотрудничаешь ты, лоялен ты к власти советской или не лоялен. Через 4 года Министерство государственной безопасности отправляет Константиновского в систему главцирка. Может быть, поэтому он так быстро делает карьеру. Ведь в начале 50-х он уже директор театра. Однако грезит Константиновский не о власти. Он мечтает выступать на арене вместе с тиграми и львами. Мечтает о том, что его имя будет на афише. Мечтает, что ему будет рукоплескать весь цирк. Всё это получит Маргарита Назарова. Она отнимет его успех. Константиновский был в тени её, как артист, как человек. Его в большей степени называли не по имени и фамилии, а за глаза его называли мужем Назаровой. Иди домой, вымой посуду, приготовь ужин и жди меня. А ты скоро? Это очень нелегко. Я просто пытаюсь мысленно оказаться в шкуре Константиновского. Это громадное моральное давление. Ты знаешь, что ты всё можешь, но ты не должен об этом говорить. Очередной удар случится в 60-м году. Назарову приглашают сняться в главной роли в новой комедии «Полосатый рейс». Она не испугалась войти в кадр. Она не испугалась играть комедийную роль. И она не испугалась взяться за вот этот серьёзный объём работы. Товарищ укоротитель, а вы можете укоротить мышь? В кладовке мышь живёт, туда входить страшно. На корабле 10 тигров, лев и обезьяна. Константиновский тоже появится в кадре. Но спиной. Так, чтобы его никто не узнал. Он будет дублировать Ивана Дмитриева с Тарпома. Если бы пострадал любой человек на площадке, от оператора до актёра, это в те времена не прощалось бы. Это тюрьма, это вечная ссылка. Фильм «Полосатый рейс» станет для Константиновского роковым. Нет, тигры его в этот раз не тронут. По иронии судьбы, он сам нанесёт себе опаснейшую травму. У него были дикие боли, головные, послевоенные контузии. А получил он последний удар, когда в полосатом рейсе, а не с Пуршем, борьба шла, и он об люк несколько раз ударился головой. И у него пошли вот эти спазмы. Смотрите далее. Их называли в цирке с тупачами. Кому дрессировщица Маргарита Назарова обязана своим успехом? Он часто говорил, я же тебе не халуй. Кто и почему установил за ней слежку? Всё они знали, ребята. Всё было прослежено. Куда Маргарита Назарова исчезла за границей? Советская артистка за рубежом и пропала. Передвижение всех артистов за рубежом очень чётко контролировалось. Почему тигров она боялась меньше, чем людей? В один прекрасный день подъехала машина и вышел оттуда солидный дядюшка. И правда ли, что знаменитая артистка работала на КГБ? Не исключено. Константиновский не обращает внимания на боль. Он сумеет даже продублировать собственную жену, когда будут снимать сцену в воде. Назарова видели, она плывёт? Ну, когда тигр там, она плывёт с тигром. Это Константиновский, она плавать не умеет. Плавающие тигры – это советское ноу-хау. И придумал его Константин Константиновский. Везде только писали, что Маргарита Назарова, Маргарита Назарова. Потом она впервые на воде вышла без клетки. Там тоже была целая эпопея. В середине 50-х Константиновский захотел сделать аттракцион с тиграми на открытой воде. В руководстве глав цирка от его идеи схватили за голову. Это крайне опасно. Хищники могут в любой момент сорваться в зал. Но дрессировщик нашёл главный аргумент. Такой аттракцион сделает советский цирк самым передовым в мире. Даже я на сегодняшний день, как опытный дрессировщик, могу сказать, что повторить трюк, когда тигры плывут в воде, в открытой воде, я не знаю, что сегодня надо сделать, и какую громадную подготовку, и сколько это денег будет стоить. Там не было никаких трюков, по-нашему говоря. Там просто было выражительно красиво. Сегодня могу сказать, что это был первый, наверное, эротический номер в нашем цирке. Но как заставить тигров зайти в воду? Константиновский и Назарова летом везут хищников под Новосибирск. Там спокойно отпускают их на волю, да ещё около реки. Однако дело не движется. Назарова решает рискнуть. Пурш! Пурш! Она делает вид, что тонет. И тогда её любимец, тигр по имени Пурш, бросается за хозяйкой. Впервые в истории дрессировки тигр выпущен на волю. И, как видите, ведёт себя вполне прилично. А в кино 99% везде Пурш. Это просто показывают всех тигров остальных. Пурш – это было единственное. К ней в номер приводили Пурша. И в сенсации с ума там сходили люди. Едет в машине в открытой, стоит Пурш. Ну, как в кинокартине «Полосатый рейс». Всё это было. Самый ручной из хищников Константиновского и Назаровой решил судьбу аттракциона. После Пурша в воду стали заходить и другие тигры. Летом 1957 года на фестивале молодёжи и студентов в Москве весь мир увидел триумф советского цирка. Маргарита Назарова один на один с тигром. Она в купальнике без защиты. У неё в руках даже нет шамберьера специального хлыста. Тигры повинуются её голосу. За водную феерию советский цирк получает золотую медаль фестиваля. Назаровой дают звание заслуженной артистке РСФСР, а Константиновскому выносят лишь благодарность. Назаровой дают звание, а Константиновскому ничего. Из-за этого в цирке очень много семей распадалось. И вот Константиновский, рядом с ней находясь, всё время страдал и мучился. Он часто мне говорил, я же тебе не халуй, понимаете? Атракцион хотят увидеть в Европе и Америке. Но сначала группе предстоят гастроли по Советскому Союзу. Но в последний момент, когда мы работали в Минске, вдруг к нам приходит с бородой такой вот дохленький мужичок, но устраивается на работу. Как устраиваешься на работу? Мы едем в Италию, что обалдел? Для того, чтобы поехать в капиталистическую страну, надо поехать в соцстрану. Так было раньше. Заведено. Он устраивается к нам на работу. Мы едем в Астрахань, с Астрахани мы выезжаем, уплываем в Италию. Ещё вот этот поедет за рубеж. А почему он-то, зачем он? Не ваше дело. Он едет за рубеж. Их называли в цирке стукачами. На нового работника Назарова не обращает никакого внимания. Группу к поездке готовят специальные сотрудники КГБ. Передвижение всех артистов за рубежом очень чётко контролировалось. И были установки, что там меньше трёх людей на улицу не выходить. А если ты куда-то один, ты должен был рассказать, куда, во сколько, когда. Или идти с сопровождающим лицом, которые себя никогда не выдавали официально. Они значились там директорами, переводчиками. У Назаровой двое сопровождающих. Они бдительно следят и за всеми остальными. И этот мужичок с нами. Убирает, чистит, так же работает. Мы на него орём. Я даже его матом посылал, потому что я матерщинник известный в Союзе. Назарова умеет себя преподнести. В Европе она творит невозможное. Едет с тигром в одном автомобиле, целуется с ним, как с маленьким котёнком. Курш – это был уникальный тигр. Она, Маргарита, могла его взять на поводок и привезти в любое помещение. Это один из самых уникальных тигров, назовём это, всех времён и народов. Пурш везде ходил. Везде. И в ресторанах. Хотела она в кафе пойти. Костенька, давай. Это Юлка, сестра Пурша. Давай Юлку. На лошадь. На лошадь. Назарова на другой лошади. Поехали. Ну, это в целях рекламы. На представление ханшлаг. Но внезапно Назарова исчезает. В один прекрасный день. Подъехала машина и вышел оттуда солидный дядюшка, лет, наверное, 80, мужичок такой дородный. Они с Маргаритой Петровной поговорили. Маргарита Петровна села в машину и исчезла на трое суток. Это нонсенс. Советская артистка за рубежом и пропала. Вы не знаете, что такое раньше, когда была советская власть, что такое в 12 часов ходит дежурный. Если вас нет дома, то завтра вы уже на Лубянке самолетиком вас отправляют. Константиновский не находит себе места. Костя с ума сходил. Это естественно. Мы сами в бешенстве были. Но мы боялись подойти даже к Дежинскому и сказать, что Керим Ахмедович, где Маргарита Петровна. Потому что он сразу пошел отсюда. И весь разговор. А тут вообще глубокая тишина. Работает Константиновский. Представление продолжается. Куда пропала звезда советского цирка? Почему сотрудники КГБ не подняли тревогу? Абсолютно не верю в то, что Назарова могла исчезнуть на несколько дней. И после этого не получить негатив от того правительства. Потому что массу примеров я могу привести. Тот же Янгибаров, вот так уйдя от глаз чекистов, он ровно на один день после этого стал невыездным. Просто-напросто перекрыли. И он навсегда остался в России. Поэтому здесь эти ребята знали все. Почему она туда поехала, зачем она туда поехала, куда она поехала, на какой срок. И я уверен, что разговор между ней и ими был. Другое дело, что почему он не был озвучен в семье. Почему сам Константиновский, имея связи в органах, не бросился искать жену? Может ли этот загадочный эпизод пролить свет на внезапное бегство Маргариты Назаровой из Москвы? Через трое суток она приезжает, продолжает работать. Тишина. Наш Дзержинский улыбается. И так и улыбался. И все. Все они знали, ребята. Все было прослежено. Маргарита Назарова почти никому не скажет, что случилось за эти три дня. Все, кому надо, были в курсе ситуации. Звание народной артистки РСФСР Назарова получила в Италии. В сентябре месяц, пожалуйста, грамота ее. Кино? Кино. Когда группа вернулась в Советский Союз, в номере Маргариты Назаровой раздался телефонный звонок. Назарова была звезда, и, конечно, за ее состоянием моральным, физическим поглядывали. Поглядывали чиновники как партийного характера, которые контролировали ее передвижение за границей. Она ведь много ездила. Она была востребованной артисткой и представляла Советский Союз. Так и, наверное, чиновники, которые хотели бы с ней поближе познакомиться как с женщиной-звездой. Мы приезжаем в Киев, Назарову приглашают в Комитет государственной безопасности. И сидит этот Чмурик, полковник КГБ, который убирал дерьмо. Ну, кино фантастическое. И у нее все, помутнение. Многих артистов в то время приглашали в КГБ и предлагали сотрудничать. И многие соглашались. Не исключено. Когда говорят, что эта женщина всю жизнь работала на спецслужбе, это тоже говорят дилетанты. Потому что эта женщина по нашей профессии 9 часов из своего ежедневного режима проводила на конюшне. Я просто встречался с разными серьезными людьми оттуда. Они говорят, а что, какая она могла быть, что она могла передавать. Это вызывает у профессионалов хохот. Почему же до этого в органах сомневались в благонадежности артистки Назаровой? Имел ли ее муж отношение к этой ситуации? Ведь он сам был в этой системе. Может быть, это он в порыве ревности совершил ошибку и оговорил собственную жену. Он всех стрелял, убивал и уничтожал. Это, ребят, ну там не подойдешь. Там глыба была, красавец. Да вы включайте вовремя камеру. Звери устали. Больше работать не могут. Мы даже один раз с ними пришли в Советскую. И один там со столика вышел и все к Маргаритке. А я вас знаю. Костя пошел там в административную и говорит, вы не хотите, чтобы здесь что-нибудь произошло? Знаете, когда цирк сидит, как ударят, так уже не встанут. Сделайте так, чтобы не было у вас скандала. Там настоящая любовь. И его к ней, и ее к нему. И они действительно какой-то большой промежуток собственной жизни искренне любили друг друга. Со стороны их любовь казалась странной. Они постоянно поддевали друг друга. Константиновский звал Назарову мамочкой, а она его папочкой. Репетиция идет. Мамочка, здравствуй, здравствуй, папа. Да пошел бы ты, папа. Он лаялся все время, ругался. Но он ей надоел, говорит, я тебя отправлю в психушку. Да, говорит, я тебя вперед отправлю. Ну и все, звонят, приезжают, два амбала забирают его. Константин Александрович, будьте добры. Поначалу Константиновский пытался вырваться из больницы, но ему намекнули. Не стоит. Он пролежал месяц. Врачи выдали бумагу. Абсолютно здорово. Его нужно вписывать. Жена пришла. Он. Ну вы понимаете, что вы сейчас идете домой. Что вы будете делать с женой? Что я должен делать с женой? Рита, постель готова? Тогда Назаровой все сошло с рук. Но итальянские страсти кипели на манеже каждый день. Так она бы еще умудрилась его на 15 суток посадить. Тоже было случай. Зачем Маргарита Назарова так жестоко обходилась с мужем? Может быть, она его укращала? А может, пыталась за что-то отомстить? Сложности были всякие. То он уходит от нее, создает свой аттракцион. Она требует, чтобы он вернулся. Он вернулся, она опять начинает против него бурлить. Масло в огонь подливает и тот факт, что Назарова старалась не бывать в ленинградской квартире Константиновского. Она жила в гостинице, а там одна мама была. Не, она приняла ее, приняла. Я сам лично читал эти письма, где она описывает, что котик мой золотой, слава богу, что у вас с Риты все хорошо, прекрасно, я рада за вас. Она приняла их, да. Но она не хотела там жить. Но если ты артист, великий, тебе дают лучшую гостиницу, почему бы и Костя тоже там был, он же не был дома. Может быть, отношения супругов изменились после того, как Назарова потеряла ребенка? У Назарова первый сын умер. Он родился, но он умер. Они очень переживали, очень переживали. Потом Лешка второй родился. Она говорит, Энка, когда я забеременела, я сказала, я даже работу брошу. Но этот ребеночек должен быть у меня. Я уже потеряла одного ребенка. Я говорю, как ты, скажи, потеряла? Я надорвалась. Знаете, реквизит тоже был тяжелый. И мы же тоже таскали все на себе. Но другое дело, что она родила, и тут же где-то через 3-4 дня она пошла работать. Маленький сын скрепил семью. Но он не мог избавить своего отца от амбиций. Константиновский никак не может оставить мечты самому выступать на арене цирка. Почему все лавры должны доставаться только его жене? Он все время обращался в союзовый цирк. Давайте я сделаю тоже аттракцион и буду выступать как дрессировщик. Мой папа рассказывал, когда Маргарита не смогла выйти по какой-то причине на манеж. И чтобы не срывать представление, директор настоял на том, чтобы Константиновский первый раз в жизни отработал. Баба говорит, и я был на этом примере, когда Константиновский один работал. Говорит, это было ужасно. Он сутулый, горбатый, неумеющий кланяться, ресницы наклеил, чтобы глаза якобы выразительные были. Говорит, это ужас, какой провал был. Просто зрители не знали, как на него реагировать. То есть человек полностью не готовый к зрительному залу. И в точности, наоборот, это она. Константиновский и Назарова не планировали расставаться навсегда. Маргарита продолжала любить мужа. Она каждый день ему звонила. Когда юный Михаил Богдасаров решил перейти работать от Константиновского к ней, она не сдержалась. Она как посмотрела, я чуть не провалился. Ах, это ты, друг мой, который Константину Александровичу девочек приводил. Ребят, ну какие девочки? Назарова дико ревновала мужа, но понимала, Костя не может быть вечно у нее в тени. Она не хотела ему мешать. К этой беде добавилась еще одна. Во время гастролей тяжело заболел ее любимый Пурш. Пурш у нас умер трагично, диабет. Вот здесь находится у меня клык Пурша и Назаровой написанное «Люди, будьте такими же добрыми, каким был я». Почему она назвала его Пурш? Потому что он Пурш, Пурш, Пурш. Фырка не от тигровой это. Пурш – самый надежный партнер Маргариты Назаровой. Самый артистичный и ручной тигр. Воспитать похожего невозможно. Назарова понимает, ее удача ей изменила. После смерти тигра Назарову словно подменили. У нее появился страх на манеже. «Когда Пурш оставил Маргариту, другого такого Пурша воспитать ей не удалось. А зритель хочет увидеть, как тигра ее подходит, ласкает, любит, ложится там рядом с ней. И это все давит на тебя, как на артиста, потому что тебе приходится рисковать. Ты рискуешь, получаешь то, что вполне возможно должно случиться. То есть агрессию животного, нападение на тебя, ее рвали много раз». Константиновский вернется, чтобы помочь жене справиться со страхом. Вместе они выпустят еще один выдающийся аттракцион. На манеже будут тигры, лошади и медведь. Но скоро страх вернется. Ее самый надежный партнер покинет ее навсегда. Константиновский погиб, а знаете как? Когда мы отработали три месяца Киев, и он поехал на операцию. Дала о себе знать старая травма. Сначала военная контузия, потом удар головой во время съемок полосатого рейса. В мозгу Константина Константиновского обнаружили опухоль. После операции Константиновский семь дней пролежит в коме. Дрессировщица не сможет даже попрощаться с мужем. Ровно 49-50 лет человек ушел такой. Это судьба, тут по-другому не назовешь, это называется повезло, а потом нет. Ушел человек, на которого она опиралась, который ее ввел в этот мир, он ушел из жизни. И возникает вопрос, а зачем жить дальше? Смотрите далее. Какая-то тетка сидит, милостыню просит. Вся правда о старости Маргариты Назаровой. Выйдет ли она замуж еще раз? Одинокая женщина, уже мужа давным-давно нет. Какая тайна заставила знаменитую дрессировщицу сбежать из Москвы? Она была совсем ребенком, когда это все произошло. и как ей удалось уйти от наказания? Практически 95% после этих лагерей шли в гулаг. Маргарита Назарова обвинила себя в смерти мужа. У нее случился серьезный нервный срыв. Она еще не скоро сможет вернуться на манеж. Это был 1972 год. Она находилась на репетиционном периоде в Тульском цирке, которым руководил мой папа. Тогда ушел Константиновский. И она, получив новое поколение, выдрессировала, очень у нее был сложный психологический момент. Она боялась с ними начать работать. Причем она в репетиции входила к этим животным. Но те, кто знает, понимают, что хищники очень хитрые. Они знают, что, например, на репетиции надо делать все, что вы требуете, что вы же накажете. А когда много зрителей, то вы не накажете. И они начинают и хулиганить, и все. И она тоже это знает. И животные это понимают. Она боялась этого. Назарова понимает, былой славы уже не вернуть. Жить в цирке без мужа, который стоит за клеткой, в принципе, невозможно. Теперь ее единственный тыл сын Алеша. Но вскоре и его забирают в армию. У Назаровой появляется поклонник. Говорят, он значительно младше нее. Лет, наверное, 8, может быть. Он начал ее провожать до дома. Ну, знаете, вот эти все дела. Ну, одинокая женщина, уже мужа давным-давно нет, сын в армии, что, куда. Однако доверять новому мужу Назарова так и не научится. Качеля застрял наверху в Казани, оттуда упал тигр. И после этого она сказала, все, я туда не пойду. Я больше в клетку не войду. Вышла, сказала, я больше в клетку не войду. Все. Люди видели, как она меняется, люди видели, как она выходит из формы. Начала полнеть, перестала за собой следить. Как не уговаривали Назарову вернуться, она твердо стояла на своем. Аттракцион полностью расформировали. Тигров зоопарк, реквизит убрали. Ну, в общем, все ушло на уничтожение. Лешка с армии пришел, разбитого корыта. Второй муж был Гарсиванишвили. Он тоже свое хотел что-то. Он начал работать с Лешей вместе. А Маргарита Назарова бросает все и переезжает в Нижний Новгород. Там она ведет уединенный образ жизни. К ней никто никогда не ходил, никаких делегий, вот родня тут, ну, прошлый человек, фактически. Особенно это было печально смотреть, когда ей уже было очень много лет, она, в магазин туда идти было сложно. Видели, иногда приходили делегации, какой-нибудь юбилей, или там, у цирка какой-нибудь праздник ее поздравляли, наш Горьковский цирк, но это очень редко было. Был такой великий наш замечательный директор Нижегородского цирка Иван Панкрадьевич Маринин, который, в общем-то, ее любил, они дружили, но последние годы она его не пускала. Он приезжал к ней с какой-то едой, с какими-то вещами, с деньгами, она не пускала. Сын уехал на много лет за границу, и они, наверное, не общались в полной мере. Все-таки она не поехала к нему туда, не жила вместе с ним. Я разговаривал с болгарскими специалистами, мне сказали, у него были в Болгарии неприятности с животными. И поэтому болгары как-то не очень в восторге от него. Я считаю, что хоть он и сделал там комический номер и все, но про маму-то забывать не надо было. Вышла статья в газете совершенно секретно о том, в какой жуткой нищете проходит жизнь народной артической Маргариты Назаровой. Она живет в его квартирке. И она даже у нее нет чайника на воду, вынуждена купить чай в кастрюльке. Я проехал на фестиваль, во Франции фестиваль в Масси, под Парижем, фестиваль животных. И там дети ее, Костя с, я забыл, жену его зовут, с клеткой у них львы. Фактически номер, который ею был создан, они там уже работают, сейчас уже, наверное, 40 там. И мы после спектакля пересеклись и Костя говорит, ты видел эту дрянь в статье? Ну что они пишут? У мамы в жизни чайника не было, она всю жизнь воду в кастрюльке кипитит. Ну что же, говорит, так врут-то? Потом вдруг в комсомольской правде какая-то тетка сидит, милостыню просит, о, Маргарита Назарова просит, но это не она, это какая-то там тетка другая была. Она вообще из дома, она выходила покупать хлебушек, что-то покупать там для еды и уходила. Все ее знали в магазин большой внизу, в Нижнем Новгороде. Я ее там встречала, она себе там покупала там колбаску, она за собой следила. Она всегда была такая этот, опрятная, она всегда с сумочкой ходила. Все слухи о Маргарите Назаровой в старости далеки от истины. Кроме одного, она действительно никому не открывала дверь. Мания преследования у нее развелась еще со времен гастролей по миру, когда группу неотступно сопровождали сотрудники КГБ. Почти год с вами будет работать человек, ты знаешь, что он у тебя служащий по уходу за животными. И вдруг заходит на в кабинет, здравствуйте, Маргарита Петровна, уже бритый, все это представился полковник Комитета Госбезопасности. Все артисты, выезжающие за рубеж, должны были мириться с соседями в погонах. Но Маргарите Назаровой это было особенно мучительно из-за одной тайны, которую она скрывала всю жизнь. Когда началась война, Маргарите было 15. под Ленинградом она попала в плен к немцам. Когда пришли немцы, они всех набивали полные вагоны и гнали всех в Германию. Им нужна была рабочая сила. Когда ее привезли в Германию, она домработица была у хозяина. Он же ее потом устроил, увидел ее движение, все варьете. Она была совсем ребенком, когда это все произошло. Понимаете? Через 30 лет Маргарита Назарова опять встретит этого человека. В известной советской дрессировщице он узнает ту самую девочку из варьете и приедет в Италию, чтобы снова ее увидеть. Пришел этот старикашка, села она и уехала. А это потом мы уже узнали, что это был тот хозяин, который ее в Германии спас. Он не был ее не любовником, он не был ее насильником. Маргарита Петровна говорила, если бы не он, то ее бы угнали неизвестно куда, и она бы никогда в жизни не возвратилась и не увидела бы маму свою. Маргариту Назарову освободили в 45-м. Когда наши пришли, даже вот ты такая сякая, она бросилась на солдата, я русская. Назарова вернулась в Советский Союз. По всем правилам того времени она должна была попасть в лагерь. Если ты побывал в плену, если ты побывал на территории Германии, всех обязательно доставляли в специальные лагеря, там их или перевербовывали практически 95% после этих лагерей, шли в гулаг. Маргариту отпустили, но пригрозили следить и за малейший проступок посадить без суда и следствия. То, что ее вызывали, то, что с ней говорили и то, что после этого у нее началась мания преследования, это факт. Был такое, что она чувствовала, что не то, что за ней кто-то следит, а кто-то преследует, кто-то подглядывает. Был такой момент, что она на окно сказала, что из этого окна кто-то следит. А у нас внизу магазин продуктовый и у нас вот это окошко как раз выходит на наш подъезд. Я говорю, что там нет никого у нас закрыто. Ну, помещение такое закрытое. Всю жизнь Маргарита Назарова будет бояться и ждать ареста. Они понимали, что в любой момент им скажут, что вы оказывается враг народа. У человека нормального голова взорвется и наверняка Константиновский это хорошо знал все. Конечно, знал. Он ведь имел отношение к системе, но он беззаветно любил свою жену и как мог оберегал ее. Маргарита Назарова боялась тигров значительно меньше, чем людей. Тигры принесли ей мировую славу, а люди обрекли на 20 лет затворничества. Маргарита Назарова умерла в Нижнем Новгороде в полном одиночестве в 2005 году. Даже после ее смерти ее тигры с ней. Теперь уже на могильном камне. Музыка 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 Музыка